Здоровье Здоровье это еще не все, но все без здоровья ничто. Поэтому ближайшие полчаса посвятим полезной информации. Меня зовут Инесса Панченко. Здравствуйте. И сегодня в программе «Здоровье» мы хотим поговорить с вами о футболе. Не удивляйтесь, именно этот вид спорта будет в ближайшие два года определять наше с вами благополучие. Причем не только в плане городских коммуникаций, но и в медицине тоже. Напомню, в 2018 году в Самаре пройдет шесть матчей мирового футбольного турнира. Город готовится принять тысячи гостей со всего мира. И недавний опыт Франции, например, показал, что медицина должна встречать масштабные мероприятия во всеоружии. Итак, сегодня в нашей студии Татьяна Сочинская, заместитель министра здравоохранения Самарской области, руководитель департамента организации медицинской помощи населению. Здравствуйте. Здравствуйте. И Армен Бинян, врач-хирург, главный врач соревнований по футболу 2018 года в Самаре. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Честно говоря, я сама вот как-то не задумывалась над тем, что к спортивному мероприятию так задолго должна готовиться и медицина. Скажите, пожалуйста, требования, которые ФИФА предъявляет к городу, принимающему чемпионат, насколько они жесткие, насколько они выполнимые? Требования достаточно жесткие. Они абсолютно беспрекословно должны быть нами выполнены. Прежде всего речь идет об оказании экстренной помощи, как на местах, в местах проживания, на тренировочных площадках, во время проведения футбольных матчей и больничных учреждениях. То есть предварительно работа проводилась, определены две больницы, которые находятся в непосредственной близости, которые тоже определены в ФИФА, расстояние больниц до проведения футбольного матча и так далее. То есть и на основании этих требований сейчас у нас определены две больницы крупных. Это многопрофильная больница имени Середавина и больница имени Пирогова, государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области. Причем одна из больниц находится в непосредственной близости от так называемой фан-зоны. Это место проведения и встреч болельщиков, и где они будут смотреть транслируемые матчи чемпионата мира по футболу не только в городе Самара, но и в других городах чемпионата мира. И там мы готовы. Здесь задача стоит обеспечение медицинское непосредственно на площади Куйбышева, которая выбрана фан-зоной, местом проведения, где будут встречаться болельщики. И непосредственно больница Середавина находится в непосредственной близости. Там есть требования до 17 километров. Больница находится практически в шаговой доступности. Это 1,7 километра от стадиона строящегося. То есть вот эти требования уже выполнены. И далее приведение в соответствие мировым стандартам или по нашему порядке оказания медицинской помощи уже соответствует мировым стандартам в Российской Федерации. То есть эти больницы уже практически готовы к оказанию помощи в соответствии с порядками. Сейчас в плане в нашем предстоит это проведение капитальных ремонтов, обновление имеющихся оборудования, приобретение, если есть такая необходимость, недостающего оборудования. И требования к больницам несколько разные. То есть есть в этой книге руководства ФИФА требования к каждой. Каждый, да. Это большая книга. У нас вот настольная книга Сарман Сакович и со всеми участниками, кто принимает участие. То есть там четко прописано вот первое, второе, третье, четвертое. И мы таким образом, каждая больница обязаны выполнить каждый пункт. У нас была встреча с ФИФА в Москве, где они смотрели каждого выбранного регионами главного врача соревнований. Армен Сакович прошел отбор конкурсный. Претендентов было у нас достаточное количество. Но прошел только Армен Сакович. Его безупречное знание английского языка, его высокий профессионализм. Он заведующий отделением таракальной хирургии, кандидат медицинских наук и в совершенстве знает английский язык. Армен Сакович, не жалеете ли, что вы ввязались в драку? Хотя, наверное, рано еще жалеть. Знаете, схожий вопрос я задаю каждому члену нашей медицинской команды. И звучит он приблизительно так. Что бы вы хотели получить в этом проекте? И чем вы сами можете быть полезны этому проекту? Так вот, если говорить о первой части вопроса, то то событие, которое предстоит пережить всем нам, это одно из крупнейших, уникальных событий для всей мировой общественности. И оно незабываемое и неповторимое. И на век каждого из нас, к сожалению, оно приходится, наверное, не больше одного-двух раз. Именно поэтому уже значимость этого события, она сама по себе, она заложена в нем самом, в этом событии. И, конечно же, никаких сожалений быть не может. Это первое. А второе, что такое медицина? Медицина, это наряду с другими службами безопасности, это гарант. Гарант того, что все пройдет хорошо, тихо, спокойно, незаметно. Никто не увидит ни одного врача перед телекамерами. Это будет значить, что мы отработали хорошо и все прошло благополучно. Потому что цель медицинского проекта в структуре всей этой большой идеи – это именно обеспечение здоровья, благополучия всех участников чемпионата мира. Как сказал Татьяна Ивановна, начиная от главных действующих лиц спортсменов и заканчивая самым многочисленными действующими медицинами, болельщиками. И наша работа – это что такое? Это работа с людьми. Для нас, по большому счету, она не отличается от нашей ежедневной, рутинной работы. За одним маленьким исключением – значимость и представление своей страны на международной арене. А мы знаем отношение и к медицине, и к медицинским новостям, видели чемпионат Европы по Франции. И поэтому для нас вполне очевидно представляется, что только работа на самом высоком уровне сведет на нет все возможные негативные различные последствия, которые зачастую сопровождают любой процесс организации и обеспечения той или иной функции. Около 200 человек команда набрана, да, если я не ошибаюсь? В настоящее время наша команда состоит из 250 медицинских работников. В равной степени это врачи разных специальностей и средний медицинский персонал. Верхушку, авангард наш составляет – это врачи-анестезиологи-реаниматологи или врачи скорой помощи, которые как раз-таки их главной ролью будет оказание именно неотложной квалифицированной медицинской помощи. В настоящий момент идет многоуровневая и мультимодальная программа подготовки медицинского персонала, которая, как сказал Татьяна Ивановна, включает не только отработка специальных навыков, усовершенствование имеющихся знаний, знания в медицине катастроф, организации помощи при каких-то чрезвычайных ситуациях, но и, разумеется, должное владение английским языком, должный уровень психологической подготовки, включающий деонтологию, этику, поведенческие какие-то профессиональные навыки. И именно это, эти критерии были положены в основу отбора каждого члена команды. И сейчас ежедневно этот отбор и продолжается. Идет подготовка. Вы сказали, что два вопроса задаете кандидатам, что они хотят получить от проекта. Какой из ответов показался вам наиболее интересным, может быть, неожиданным? Самым неожиданным показался ответ одного врача, который сказал, что она рассчитывает выйти замуж за иностранца. Ну, по крайней мере, честно. Честно, откровенно. А на самом деле, если без шуток, самым ожидаемым и очевидным, конечно же, ответом и то, что я рассчитывал услышать, приглашая того или иного врача или медсестру, это было действительно понимание того, что то, что нам предстоит, это уникальное событие в жизни каждого. И почувствовать свою роль в государстве. То, что мы, как врачи, в свою очередь, будем представлять свою страну на международной арене. То мы ездим на все международные конференции, а это весь мир приедет к нам. И посмотрит на нашу работу. И посмотрит на нас. Это очень ответственная задача. Татьяна Ивановна, сейчас вот мы еще поговорим и посмотрим по поводу подготовки специалистов к работе на чемпионате. Вас хочу спросить вот о чем. Наши технологии, наши возможности очень близки к тому, что от нас требуется. Но, наверное, не во всем и не везде. Скажите, пожалуйста, вот какой участок, какой этап сложнее всего подтянуть к требованиям, которые к нам предъявляют? Практически, если говорить о тех высоких... Ведь что такое оказание экстренной помощи? Это устранение жизнеугрожающих состояний. То есть мы просто обязаны спасти человека, чтобы он не погиб. Оказать ему экстренную помощь. Это одна задача стоит. Оказание экстренной помощи в разных профилях имеет разные стандарты оказания медицинской помощи. Вот выбрана, например, многопрофильная больница Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Самарской областной клинической больницы Министередавина. Там сейчас более 50 профилей. То есть это многопрофильные больницы. И требования ФИФА к оказанию клиентских групп предполагает наличие там обязательно специализированного кардиологического отделения, которое оказывает помощь больным с инфарктом миокарда на самом современном уровне. То, чем занимается это отделение. То есть это острый коронарный синдром, инфаркт миокарда, это рентген-хирургия современная на мировом уровне, работающая в круглосуточном режиме, который сейчас выполняется на мировом уровне. То есть это мировой стандарт, то, что выполняется в этом отделении. Это оказание помощи в случае возникновения таких катастроф сосудистых, как инсульт. Там находится региональный сосудистый центр, соответствует мировым стандартам, один из лучших в Российской Федерации. То есть эта больница оказывает помощь на мировом уровне. Вот именно такие требования у ФИФА и прописаны. Они прописаны, а мы их уже давно выполняем. То есть сейчас мы просто смотрим за тем, что если это оборудование пришло время его обновить, мы его обновляем. А это оборудование уже имеется в наличии для жителей Самарской области. Каждый день, каждый час и каждую минуту. Сегодня, сейчас, через минуту, завтра, ночью. То есть эта помощь оказывается сейчас и каждый день. А достаточно ли средств для обновления всего этого оборудования? Да, средства были предварительно рассчитаны. И мы сейчас вот уже проводим вот эту плановую замену оборудования, имеющегося или приобретения недостающего. Это бюджет субъекта. Это у нас на уровне Самарской области правительством принята государственная программа по подготовке чемпионата мира по футболу. И там есть наша подпрограмма. Эти средства с 2014 года выделяются. Там так называемые средства капитального характера, которые требуют капитальных вложений. Там, где требовались, например, обновления лифтов. То есть четко все должно быть соответствовать. Вот ничего не должно быть с просроченным, как говорят, сроком годности. Это так правильно? То есть лифт, подошел срок, его заменили. То есть во всех больницах это вот и проводится. Начиная вот даже так с лифта. Ремонт, требования к разделению потоков, например, есть. Что так должны спортсмены идти, так должна семья ФИФА, так должны быть болельщики. Там все это написано. Вы абсолютно правы. Он нам очень просто. Взял, прочитал и сделал. Вот сейчас этим и занимаемся. То есть там есть диализный центр. То есть в случае острой почты недостаточно, что тоже можно возникнуть в такое состояние. То есть там есть все. Просто сейчас больница проводит капитальный ремонт в отделении, где это необходимо. Выделяет отдельное отделение, где будут находиться вот эти клиентские группы, как прописано в требованиях. Все это, работа ведется в таком направлении. Врачи больницы Середавина, многие из них сами проводят тренинги на мировом уровне, на английском языке. В том числе есть такие там у нас заведующие отделениями, которые ездят, читают лекции на международных конференциях, участвуют в международных конференциях, проходят стажировки с убежом. То есть во время проведения программ модернизации многие специалисты именно больницы Середавина и других больниц участвовали в обучении за рубежом по программе модернизации. Прошли такую подготовку. Там кандидаты наук, доктора наук работают, там клиники у нас, там кафедры находятся. То есть там очень мощный центр инновационных технологий, внедрениями. Там тоже самое и больница, клиническая больница, городская больница клиническая номер один имени Пирогова. Это больница, скорая помощь. Ну и собирались поговорить мы с вами о подготовке все-таки непосредственно команды, но лучше один раз увидеть. Давайте сначала посмотрим сюжет о практических занятиях, затем продолжим наш разговор. Никакая теоретическая подготовка не позволит учесть всех нюансов футбольного матча, так как это сделает практика. У медицинской команды чемпионата мира 2018 есть возможность пройти тренинги, не покидая в пределах Самары. Уже в шестой раз ребята дежурят на матчах с участием крыльев советов. Группа разбивается на бригады, в составе которой фельдшер и доктор или доктор и медицинская сестра. Вы будете рассредоточены по трибунам. Три бригады будут на западной, и три бригады будут на восточной трибуне. Ваша задача – это оказание неотложной медицинской помощи. В составе команды врачи разных медицинских профилей. Но это не означает, что, например, рентгенолог или уролог будут привлечены к работе лишь по своей специальности. Все медики закончили лечебный факультет и являются врачами общей практики. У нас нет привязанности к той или иной специальности. Мы все знаем основы медицины, оказание первой медицинской помощи и так далее, наши профессиональные обязанности. Задачей дежурных бригад чемпионата мира – прийти на помощь в первый момент какого-либо происшествия. У каждой имеется сумка с набором, необходимым для этих целей. Бинт, шприцы, повязочные изделия для инфузии, поскольку жаркое время, это можно дать попить просто даже пациентов. Здесь находится лекарство для оказания помощи при неотложных сердечных состояниях, то есть повышающее давление, снижающее давление, обезболивающие препараты. Если помощь потребуется более серьезной, пациент будет передан реанимационной бригаде, которая также всегда наготовил. Все члены команды молоды, у многих небольшой стаж работы, но полная уверенность в том, что с любыми задачами они справятся. Мы готовимся уже достаточно долгое время. Сейчас подготовка идет более интенсивно. С сентября у нас уже начнутся более еще интенсивные курсы подготовки. То есть это будет медицина, катастрофа, неотложная медицина. И за дня в день мы достоянно учимся. Буйство фанатов на чемпионате во Франции – еще один повод быть на чеку. Ребята уверяют, что готовы к любым ситуациям, но надеются на дружественную атмосферу футбольных баталий. Так или иначе, здоровье болельщиков и гостей самарских арен будет под защитой. Я думаю, что это, наверное, не единственные практические занятия во всей вот этой длинной веренице подготовки сотрудников. Что еще, на что делается самый большой акцент? Основная сложность действительно заключается в том, что все обучение, оно проходит без отрыва от производства. Все это люди, профессионалы, которые остаются на своих местах, продолжают оказывать помощь жителям Самарской губернии. И только их энтузиазм и желание участвовать в этом проекте и позволяет как-то найти точку сопряжения между той работой, которую с них никто не снимал, и между той обязанностью, которая у них появилась. А обязанность велика. И она заключается действительно в повышении своего образования. С другой стороны, для них же это уникальная возможность приблизиться еще раз к тем мировым стандартам, о которых говорит Татьяна Ивановна. Но ничего ведь не дается просто так. И здесь расчет именно на личное время, выходные дни, вечерние часы. Разработаны несколько программ, с которых можно выделить два основных направления. Это оказание неотложной помощи со спецификой на массовых мероприятиях и спортивных мероприятиях, в том числе международного уровня. А второе направление – это оказание медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях, так называемой медицинокатастрофы, о которой мы уже упомянули. Вот эти два больших блока должны будут пройти все врачи и медицинские сестры, фельдшера команды. Они должны уметь реагировать во всех неотложных ситуациях, как сугубо медицинского характера, лечебного, так и организационного, представлять, кто, куда, где и когда должен быть. Кроме того, разработана программа обучения английского языка. Кроме того, отдельные профессиональные тренинги и навыки проводят лучшие наши специалисты Самарской области. К счастью, мы ими располагаем. Это главные специалисты-анестезиологи. Это ключевые фигуры различных крупных градских и областных учреждений по хирургии, по реанимации, по ожоговой болезни, по травматологии, разумеется. На время проведения чемпионата два крупнейших медицинских учреждения будет задействовано, ну, в общем, в ружье, да, поставлено, скажем так. А как же текущая ситуация, будут ли огромные очереди в этих больницах или пациентов перенаправят в другие? Что будет в этом случае? Ну, во-первых, мы очень внимательно изучили статистику всех международных, мировых вот этих соревнований. Статистика обращения, статистика поражения, статистика возникновения, прогнозируемые, все это отрабатывается. Кроме того, на время проведения чемпионата те профили, которые будут задействованы, они никогда не будут в ущерб основному населению. Мы уже сейчас готовим ряд больниц, уже некоторые подготовили, которые будут, как говорится, запасным аэродромом для населения Самарской области. Мы не имеем права нарушать порядок оказания медицинской помощи никому. Ни жителю Самарской области, ни болельщикам, ни прибывшим гостям. Мы все потенциальные болельщики, опять же. Абсолютно, да, мы все абсолютно правильно вы говорите. То есть болельщики на площади Куйбышева, там никто не будет смотреть, житель Самарской области, или из Воронежа, или из Бразилии приехал. То есть здесь вопросов нет. Я надеюсь, что каких-то эпидемий, там, сибирской язвы и прочее не ожидается. Но, тем не менее, есть же, наверное, какие-то специфические околоспортивные медицинские моменты. Вот, например, я слышала, что во время чемпионатов есть такое понятие у кардиологов, как футбольный инфаркт. Сама специфика этого события, она действительно сопряжена с высоким уровнем эмоциональных страстей, с высоким уровнем отдыха населения, в общепринятом смысле этого слова. Именно поэтому это обусловливает, с другой стороны, повышенную готовность медицинского персонала. Поэтому то, что повседневной жизни, может быть, встречается не с такой чистотой, именно на таких событиях мы должны быть заточены на это. Это повышение, к сожалению, чистоты, травматизации населения. Это различного рода могут быть отравления, интоксикации. Это лето, жаркое время года, скученность населения. Несмотря на высокий уровень сервисов, который, не сомневаюсь, будет и на стадионе, и в прилегающих остальных зонах. Но, тем не менее, период обострения различных сердечно-сосудистых заболеваний в связи с климатическими условиями. И, конечно же, вот этот эмоциональный фон. Действительно, мировая история знает немало случаев, случаев, связанных, так скажем, вот с резким ухудшением состояния, возникновения критических состояний, когда любимые команде забивают гол или, наоборот, забивают свои. Но, тем не менее, для нас, врачей, результат, к сожалению, один. Мы получаем больного человека, заболевшего человека. И здесь, с нашей стороны, это, конечно, должна быть подготовленность. Ну и профилактика, которая пропагандируется нами как лучший способ лечения. Это, я думаю, что мы будем и впредь, общаясь с вами и с другими, со всеми слоями населения, проводить подготовку, так скажем, со своей стороны, со стороны здравоохранения. Ибо наше население должно знать, что человек человеку в первую очередь сам себе друг. И только он может сам себе помочь в плане профилактики предотвращения различных неприятных ситуаций. Вот вы, как истинный врач, совершенно правы в данной ситуации. Ну и, наверное, последнее в этой программе. Татьяна Ивановна, вы сказали уже, что знание, опыт, квалификация, все это останется и после чемпионата мира. А скажите, пожалуйста, что еще останется осязаемого в плане оснащения больниц? Что появится, останется у нас исключительно благодаря тому, что пошла подготовка к чемпионату мира? Ну, такое вот четкое, плановое замена оборудования, приобретение нового оборудования в этих двух больницах в полном объеме выполнено будет к 2018 году. И приобретение автомобилей скорой помощи в том числе. Тяжелое оборудование МРТКТ в этих больницах будет обновлено, потому что оно у них имеется. Оно просто будет обновляться. Это высокотехнологичное диагностическое оборудование, которое обновляется и приобретается вновь. Все останется для наших граждан, для нашего населения. Вот получается, что выигрывают не только спортсмены. Выигрываем мы, в первую очередь, жители Самарской области. Может быть, так сказать, немножко будет нам беспокойно, какие-то неудобства некоторые будут испытывать. Но я вот абсолютно согласна, что вот мое как гражданин, никак, я вот, так сказать, такая гордость, что у нас в Самаре будет чемпионат мира по футболу. Ну здорово, и о здоровье мы поговорили, и о патриотизме. Спасибо за это вам. Спасибо огромное за участие в нашей программе. Будем подводить итоги. К 2018 году Самарское здравоохранение по многим направлениям выйдет на более высокий уровень. Новые операционные, новые реанимационные оборудования, новые рентгеновские аппараты, на самом деле много другого. Ну а у нас пока есть время укреплять свое здоровье и подготовить его к волнениям за футбольные баталии. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»